Добрый день! Всем-всем-всем! У нас раннее утро, и я решила себя побаловать сегодня своими любимыми-любимыми с дальних-дальних еще времен гренками. У меня вот осталось два кусочка багета. Есть, как всегда, молоко, сыр, яйца. И вот что я сейчас буду делать? Все это просто. Естественно, и все это, наверное, умеют. Мне нравится, что тут очень маленькие кусочки. Много хлеба кушать мне нельзя. Это, пожалуй, единственный раз, если дома у меня нет любимой красной рыбки или сала, тогда я могу еще позволить себе хлебушка. А вообще хлеб я ем практически только на завтрак. После всех моих дел я очень мало двигаюсь. Очень мало. Поэтому если еще начать много кушать, будет вообще все сложно. Так, сюда я добавлю немного молока. Чуть-чуть я посолю. Все. Вот это у меня готово. У нас зимой на улице очень приятно, если нет дождя. Вот сейчас солдышко светит. Посмотрите. Посмотрите. Это наша зима. Тут у меня все готово. Я это буду делать на самом-самом маленьком огне. Чуть-чуть маслица. Капельку прям, буквально каплю. Я как бы не планирую никому открывать Америку. Это все известный старо как мир. Иногда я смотрю ролики кулинаров и понимаю, что я забыла то, что я давно-давно не делала что-то вот это. Оказывается, мы все все давно умеем делать. Просто так получается, что мы не делаем это. Давно забываем в рутине, в повседневности. Так, у меня уже нагревается сковородочка. Я начинаю жарить гренки. Вот, первая партия пошла. Ну вот, остался последний кусочек. Ну, мы его, как давались, профсоюз заговорил в кино, впихнем. Как раз вот есть чуть-чуть место. Видите, как все замечательно. Вот эти два маленьких кусочка багета распрекрасно улеглись на крошечную сковородочку. С сковородкой диаметром, я вам сейчас скажу, где-то 15, примерно, сантиметров. Я очень люблю сыр. Очень без сыра я жить не могу вообще. Говорят, что в организме коровы вырабатывается вещество, подобное морфину. И люди, которые не могут без сыра, это вот такая пищевая зависимость. Это вот про меня. Меня очень удовлетворяет степень поджарки хлебушка. А сейчас я начинаю его аккуратненько переворачивать. Он очень мягкий, очень приятный. Если багет, так сказать, в натуральном виде плотный, такой конкретный, то сейчас хлебушек стал мягким, приятным и очень легким, воздушным, прямо я бы сказала. Ну вот, смотрите, а сейчас будет то, ради чего я все это затеяла. Изначально, что я делаю? Я на дно выливаю аккуратненько, в эти вот, в отверстия, где что есть, я на дно выливаю остатки яйца, омлетной вот этой массы. Сейчас я ее, видите, разолью. Там она займет свое место, будет тихонечко поджариваться. Со второй стороны, видите, я не сильно зажариваю, не очень это все можно. Сыр я нарезала, и сейчас весь верх я закрываю сыром. Вот так оно выглядит. Сыра я люблю побольше. Даже если я где-то заказываю тост для себя, я везде прошу тройную порцию сыра вместо всяческих добавок в виде грибов, яйца, зелени. Только тройную порцию сыра на все деньги. Все, дальше работаем. Все, сейчас я закрываю крышечкой, создаю ему духовочный эффект сыру, чтобы мис у меня хорошо подрумянивался. Кофей у меня готов. Сейчас я покажу вам. На сковородочке у нас получилось вот такое. Вот так вот легко оно все у меня вынулось. Вот такой у меня получился бутерброд. В принципе, как бы он небольшой. Если его разделить пополам, вот так представить пополам, это два куска хлеба, которые я кушаю. Два бутерброда. И сейчас можно брать каждый кусочек отдельно и кушать. Вы представляете, вот сделать при ходу любимой подружки такое и тянуть от кусочка. С этой стороны он не подгорел. Камера так этот цвет немножко меняет. Оно очень красиво, посмотрите, поджарилось. Очень аппетитненько. Ну и вот так вот тянется красиво. Конечно, это вкусно. Очень. Всегда все, что с сыром, мне очень вкусно. Это, ребята, бесподобно вкусно. И для себя любимый на завтрак. И с подружкой посетить, посекретничать. Дома. Сейчас мы никогда, мы никуда не ходим. Смотрите, как оно. Хотя ничего мудреного в этом нету. Как бы сыр и сыр. Он тянется. Но это так вкусно. Все. Я пошла завтракать. Приятного мне аппетита. Если вам понравился вариант моего бутербродика, ставьте лайк. Если вы также любите сыр, как я, ставьте лайк. Приятного мне аппетита. С вами была ваша Галя. Будьте счастливы и благополучны. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok